Оказалось, что этот рывок, который мы наблюдали, например, здесь 100%, потому что тут ничего не было, а вот появилось хотя бы что-то, а вот 100% рывок. Наблюдали мы такой же рывок здесь, допустим, тоже size difference, но с методом объединения between group. И на более простых методах объединения одно и то же я обнаружил. 7 кластеров, оказывается, очень хорошо интерпретируются. То есть этот рывок, который казался техническим, оказался очень даже содержательным. Смотрите, я снова запускаю оптимальный, на мой взгляд, метод within groups, size difference. Сохраняем 7 кластер на решение, на этот раз. Статистика мне не нужна, перезапускаю. И получается, что четко люди с нулевыми профилями. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В этом можно убедиться, если запустить снова кросс-таб. Убираю старые. Запускаю новый и переменную поли-тект. Пожалуйста. Все четко разграничилось. Да, это карликовые кластеры, но они имеют смысл в том плане, что это люди очень с высоким политическим активизмом. Проверим эту кластеризацию на устойчивость. Снова сортирую по исходной сортировке, то есть кантри и айди внутри кантри. Запускаю. Снова запускаю теперь кластерное решение. Теперь у меня две переменных, которые я должен отнести. Старая кластерная и новая кластерная после сортировки. Пожалуйста, все очень четко. Действительно, решение абсолютно сохранилось. Решение устойчиво к пересортировке. Я проверял еще несколькими пересортировками решения устойчиво. С этим решением и можно продолжать работать. Я имею в виду, что нам надо проверить полученную модель на статистическую значимость. А именно, если мы заменим реальные значения, присущие респонденту каждому, на те, которые подписываются ему его кластером, будет ли эта модель статистически хорошо предсказана?